Состоялось первое заседание нового состава Совета депутатов городского округа Люберцы. Парламентарии утвердили кандидатуру нового председателя Совета депутатов, сформировали руководящую структуру Совета и приняли ряд важных решений. Подробнее в материале моих коллег. До заседания Совета время еще есть, а зал уже полон. Депутаты фракции «Единая Россия» решили собраться пораньше, чтобы утвердить в должности нового председателя Совета депутатов. Местное отделение выдвинуло на этот пост Владимира Ружицкого. Проголосовали дружно. Вопросов, замечаний, предложений нет. Прошу поддержать данную кандидатуру. Кто за? Против. Вам спасибо за такой подход. Как некоторые пишут книга, он постарается. Поэтому, ребята, спасибо. Далее процедура вручения депутатских удостоверений. Документы получили 32 избранных депутата. Три самовыдвиженца, по одному депутату от партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» и 26 от «Единой России». Удостоверение избранного депутата Совета депутатов городского округа «Любинцы» вручается Ружицкому Владимиру Петровичу. Депутатский корпус поздравил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Волков. Он выразил уверенность, что исполнительная власть в лице администрации округа и законодательная Совет депутатов будут работать синхронно. Это как подведение итогов, финал, черта, можно по-всякому назвать, вашей работой, непростой работой. И последние месяцы вы провели огромное количество встреч с жителями. Жители это отметили, проголосовав за вас. Перешли к рабочим вопросам. Выбрали заместителя председателя Совета депутатов. Им стал Дмитрий Локтионов. И первого заместителя – председателя муниципального парламента. Коллеги, предлагаю на должность первого заместителя, председателя Совета депутатов. Если вы не возражаете, избрать шлопака Александра Леонидовича. Давать характеристику Александру Леонидовичу, я думаю, будет лишним. Все вы знаете, кто работал в Совете. Все знаете его в пять лет. Он у нас возглавлял фракцию. Поэтому все, кто работал с Александром Леонидовичем, его хорошо знают. Ответственный, работоспособный, принципиальный, думающий, самые лестные характеристики. Самый главный вопрос – организация процедуры избрания нового главы городского округа. Владимир Ружицкий сообщил, что так как он занял выборную должность в Совете, то еще 13 сентября написал заявление о сложении из себя полномочий главы Люберец. Проведение конкурса предложено назначить на 10 октября 2022 года в 11 часов утра. Отбор кандидатов на должность главы округа будет производить конкурсная комиссия из шести человек. Троих предлагает Совет депутатов. Троих – губернатор Московской области. От Совета в комиссию вошли Владимир Ружицкий, Дмитрий Локтионов и Елена Верховых. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.